Всем доброго дня, это Гелиосар и История России в двух словах на пальцах. Что ж, парара в 16-й. Окончание смутного времени. Неудачи в боях со Скопиным-Шуйским, то есть таким боярским царем, привели к конфликтам в Тушинском лагере. Мало того, польские наемники, то есть польские отряды, они стали требовать плату за свои услуги. Но денег у Болотникова не было, и платить было просто нечего. Мало того, шел на Москву войска польского царя Сигизмунда III. В итоге большинство в Тушинском лагере начался развал. В декабре 1609-го самозванец, уже Дмитрий II, переодевшись в христианскую одежду, бежал в Калугу. Большинство же оставшихся тушинцев во главе с патриархом Филаретом видели выход в приглашении на российский престол сына польского короля Владислава, но при условии, что тот примет православие. К сожалению, распад тушинского лагеря не привел к окончательной ликвидации движения лже-Дмитрия II. Самозванца продолжала поддерживать население ряда территорий, которые не были разграблены тушинцами. А после разгрома войск Василия Шуйского под Клушином, отряды самозванца оказались единственной военной силой, способной остановить наступление польского войска на Москву. Даже часть населения столицы была готова признать уже Дмитрия II правителем, лишь бы поляков не допустили. Но в июле 1610 года дворяне при поддержке общего населения, горожан Москвы, свергли Василия Шуйского с престола и отправили его в монастырь. К власти пришло правительство, состоявшее из семи самых знатных бояр, которых стали называть Семибоярщиной. В августе 1610 года, когда польские войска подступили к Москве, боярское правительство заключило договор с Гетманом Жоукевским о приглашении на русский престол польского королевича Владислава. Главным условием, опять-таки, было принятие последним православия. Но против приглашения на престол Владислава резко выступил патриарх Гермоген. В Москве назревало восстание, и чтобы предотвратить его, бояре тайно впустили польские войска в столицу. А Гермоген, патриарх московской всея Руси, был заключен в темницу чудового монастыря, где вскоре умер. По настоянию Гетмана Жоукевского к польскому королю под Смоленск было отправлено серьезное посольство, которое возглавил тот самый Тушинский патриарх Филарет. И в октябре 1110 года послы прибыли к Сигизмунду. Последний потребовал, чтобы Смоленск сдался и заявил, что хочет сам занять российский престол, при этом категорически отказался принимать православие. То есть это означало бы, что российское государство прекращает свое существование и становится всего лишь частью Речи Посполитой. Переговоры резко затянулись, так как это было совершенно неприемлемо. Уже Дмитрий II при этом, к сожалению, не смог воспользоваться этой ситуацией и встать во главе народного движения. Из-за того, что он сам никому не доверял и ему не доверяли, среди его подопечных царило тотальное недоверие. То есть судьба всего российского государства висела, как говорят, на волоске. То есть в любой момент государство могло просто исчезнуть. Именно в этот момент простые люди поднялись на борьбу за государство. Первым против польских захватчиков выступили рязанцы. В Рязани было создано народное ополчение. То есть простые люди, все, большая часть населения города объединились, взяли в руки оружие и сказали, а мы будем защищать нашу страну. Возглавил это ополчение Прокопий Ляпунов. К движению присоединились остатки русских тушенцев во главе с князем Трубецким и атаманом Зарусским. В марте 1611 года передовой отряд ополчения под предводительством князя Пожарского занял окраину Москвы. Против поляков выступили и жители столицы. В городе завязались очень ожесточенные бои, начались пожары. По большей части в России строили это из дерева. Слабо вооруженные отряды ополченцев и москвичей мало что могли против полноценных и обученных вооруженных, хорошо вооруженных польских военных отрядов. В одном из этих боев князь Пожарский был ранен, но продолжал сражаться. И им удалось закрепиться на окраинах Москвы. Народному ополчению не удалось освободить Москву. Но отряды продолжали со всех сторон блокировать город. Поляки начали волноваться. Но, к сожалению, и в лагере ополченцев начались раздоры. Но, поддерживавшие изначально ополчение казаки атамана Заруцкого, недовольные тем, что им запрещают грабить местное население, как они привыкли, потребовали себе оплату. Центром освободительного движения в итоге с осени 611 года стал город Нижний Новгород. Нижегородский земский староста, торговый человек Козьма Анкудинович Минин обратился к жителям города с призывом помочь всеми силами в создании нового народного ополчения для освобождения России от иноземных захватчиков. То есть он был кем-то вроде мэра города, и при этом он был серьезным купцом. И он сам первый же и пожертвовал немалую часть собственных денег, чтобы поддержать народное ополчение. Причем в каком смысле поддержать? Нельзя просто взять там какую-то палку и пойти воевать против каких-то отрядов. Нужно хорошее оружие, нужны доспехи. На все на это нужны деньги. Вот эти самые деньги и были очень серьезно собраны с местных купцов. Кузьма Минин хорошо понимал, что своими силами нижегородцы не смогут одолеть многочисленных врагов, и нужно всю Россию поднимать, все города. Он и его сторонники стали рассылать по стране грамоты с призывом к совместной борьбе. На эти призывы откликнулись очень многие. Причем не только русские, но и народы по Волжье, Северо- и Западной Сибири. В Нижний Новгород стали стягиваться вооруженные отряды ополченцев со всех русских земель. Для объединения войска нужен был смелый решительный командующий, который при этом не запятнал себя сотрудничеством с самозванцами и захватчиками. Выбор пал на князя Дмитрия Пожарского. Он все еще даже не оправился от ран, которые получил в сражениях, но все же согласился возглавить ополчение. Для управления страной по образу Земского собора был создан Совет всей Земли, куда вошли представители всех слоев населения, даже крестьян. Но при этом руководители первого ополчения Трубецкой и Зарудский с ревностью отнеслись к деятельности Минина и Пожарского. Они посчитали, что они как самые первые должны все возглавлять, а вовсе не те, кто пришел вторыми. Так что они даже ухитрились организовать покушение на князя Пожарского. К счастью, покушение оказалось неудачным. При этом Дмитрий Пожарский, будучи все-таки князем, пусть и небольшим, не царем, но все-таки будучи дворянином, боярином, князем, то есть получившим прекрасное образование, знал, что нельзя допустить объединения польских и шведских войск. В итоге он проявил серьезное дипломатическое мастерство. Он убедил шведов, что поддерживает идею передачи шведскому принцу российского престола. В марте 612 года ополчение вышло из Нижнего Новгорода и двинулось на Москву. Но! Двинулось необычным маршрутом. Двинулось через Ярославль и города северо-восточной Руси. То есть через те города, которые в наименьшей степени пострадали от смуты. В Ярославле, например, Дмитрий Пожарский пополнил ряды ополченцев и в течение четырех месяцев занимался обучением воинов, добиваясь слаженности всех отрядов, что сильно помогло в дальнейшем. Потому что в июле 612 года ополчение, которое уже стало нормальным войском, двинулось на Москву. В это время на помощь осажденным в столице полякам с большим войском спешил Гетман Хаткевич. Пожарскому удалось опередить Хаткевича и расположиться возле Москвы. Остатки первого ополчения под командованием Трубецкого находились на востоке, восточной окраине границы. Первый бой с отрядами Хаткевича произошел 22 августа. Главное сражение началось вообще 24 августа. Но ополчение сумело полностью одержать победу, разгромить войска. И после чего положение польских войск, которые сидели в Кремле и Китае городе, стало совершенно безнадежным. Они находились, уже давно были осуждены. Там был полнейший голод. Так что в этот момент они постепенно стали понимать, что их дело полностью обречено. 4 ноября остатки польского гарнизона сдались. Москва была полностью освобождена от захватчиков. В честь этого события с 2005 года в России отмечается государственный праздник День Народного Единства. Это действительно День Народного Единства. Потому что именно народ, все люди, все население выступили против иноземных захватчиков и защитили страну и себя в том числе от попыток захвата. С освобождение Москвы вызвало сильный подъем всенародной борьбы против оставшихся на территории России захватчиков. Местное ополчение с помощью воинов пожарского истребляли и изгоняли все иноземные отряды. Героический подвиг завершил Костромской крестьянин Иван Сусанин. Он завел крупный польский отряд в непроходимые болота. Да, он сам погиб, но и польский отряд оттуда уже не вернулся. Из этих болот все там остались. С освобождением столицы предстояло восстановить в России государственную власть, избрать нового царя. И в ноябре 612 года Минин и Пожарский разослали извещение о созыве настоящего Земского собора. То есть практически вся территория России должна была собрать, послать своих представителей на большое собрание. Всего в этом Земском соборе приняли участие примерно 700 человек. Они два месяца обсуждали вопрос о выборе нового царя. Причем кандидатуры иностранцев полностью были отвергнуты. И после жарких споров царем был избран 16-летний Михаил Федорович Романов. Сын Тушинского, патриарха Филарета, который был в плену у польского короля Сигизмунда III. При этом Михаил Романов был родственник со стороны матери, царю Федору Ивановичу. Михаил Романов устраивал многих. Он был молод, при этом имел все-таки отношение к царским, к прежним царям Рюриковичам. И им, в принципе, можно было управлять. У него как бы не было сильных родственников, которые могли вмешаться во власть. Бояре все-таки были уверены, что после того, как ополчение уйдет, именно они постепенно возьмут власть в свои руки. В итоге, в 1613 году был избран новый царь, и Земский собор сыграл очень важную роль в укреплении государственной власти после тяжелых испытаний смутного времени. Но все равно еще несколько лет потребовалось, чтобы полностью преодолеть смутное время. Почему распался Тушинский лагерь? Ну, дело в том, что Тушинский лагерь, это были все-таки, во-первых, самозванцы. Во-вторых, там присутствовали польские отряды, посланные якобы на помощь. Ну, а эта помощь, она скорее напоминала разграбление страны, а не помощь. Закономерен ли, с вашей точки зрения, исход авантюры уже Дмитрия II? Да, полностью закономерен. Охарактеризуйте позицию патриарха Гермогена в отношении призвания на российский престол польского королевича. Почему служение патриарха Гермогена называют подвигом? Ну, все, и в лагере уже Дмитрия II, и в лагере самих бояр в Москве, считали, что вот королевич Владислав, сын польского короля, он якобы будет очень хорошим царем на Руси. Но Гермоген единственный, патриарх Гермоген единственный, был категорически против, считая, что это может привести к уничтожению страны. Потому что через своего сына очень скоро может получиться так, что страна, Россия исчезнет, а будет такая гигантская, такая Польша, с полной властью католиков. Это было совершенно неприемлемо. И то, что в итоге это привело к смерти самого патриарха, это, конечно, очень показательно. Доказательства сложного внешнеполитического положения России в 611 году. Да что уж тут сложнее говорить. Царя нету, правительства нету, в стране неизвестно, что происходит. При этом война сразу с двумя сильными европейскими государствами. Армии нету. Вся экономика в полнейшем развале. Какие уж тут доказательства-то приводить надо, собственно говоря. Так, какое значение имело освобождение Москвы от поляков вторым ополчением? Огромнейшее. После того, как народное ополчение освободило Москву, столицу, то все остальные земли, они признали эти действия и присоединились в борьбе против польских захватчиков. Почему 4 ноября стало отмечаться в России как День народного единства? Именно в этот день был создан тот самый Земский собор. И это и стало как раз таки... Вернее, в ноябре была полностью освобождена Москва. Да. То есть, поэтому 4 ноября и стало отмечаться Днем народного единства. То есть, когда весь народ, объединившись, защитил страну от захватчиков. Покажите на карте путь следования второго ополчения к Москве. Что ж, проходим сюда и смотрим. Это интересно, что Нижний Новгород здесь, Москва здесь, а Ярославль он здесь. То есть, они шли почему-то вот так вот. Как бы через Иваново, Кострому, вот сюда к Ярославлю. И только потом от Ярославля они уже спустились вот сюда, к Москве. Во-первых, здесь было большое количество крупных городов, которые могли активно поддержать. Во-вторых, здесь можно было, ненадолго останавливаясь, обучить войска и набрать дополнительных добровольцев к армии. Только после этого спуститься к Москве. Так что подготовка была сделана очень даже хорошая. Почему действия второго ополчения, в отличие от действий первого ополчения, были удачными? Дело в том, что второе ополчение было намного лучше подготовлено. Намного лучше обучено. Намного лучше оснащено. Да и просто людей. Там было больше. Первое ополчение, это все-таки были скорее просто обычные люди, которые взяли оружие. А вот второе ополчение все-таки успели обучить с этим оружием обращаться. И это было очень важно. Существует несколько версий. Да, существует Иван Сусанин. Выясните, кто написал музыку к опере «Жизнь за царя». Чему посвящено это музыкальное произведение? Написал русский композитор Глинка. Фамилия у него Глинка. И изначально эта опера называлась вообще-то «Иван Сусанин». Потом уже ее переименовали в «Жизнь за царя». И посвящена она как раз-таки подвигу Ивана Сусанина. Оцените участие патриарха Филарета в событиях смуты и его роль в избрании царем Михаила Романова. Это достаточно забавно, что патриарх Филарет изначально он вообще как бы не был патриархом. Он был со стороны повстанцев, тушинцев и был как бы с ними. А официальным патриархом все-таки был Гермоген. Но после смерти Гермогена Филарет оказался чуть ли не единственным патриархом московским и всея Руси все-таки. Но при этом он оказался в плену у польского короля Сигизмунда. Такая вот интересная особенность. И именно вот этот самый плен и стал причиной, по которой его сын Михаил Романов и оказался более приемлемым для всех в качестве нового царя. Считалось, что из польского плена Филарет никогда не вернется, а значит не будет влиять на молодого царя. Почему было необходимо избрание на российский престол нового царя? Почему выбор пал на Михаила Романова? Ну, дело в том, что тогда просто не знали, как можно жить без царя. Ну, не было тогда для большой страны никаких демократий и всего остального. Вот был царь и была его власть. И был человек, который принимал решения. И по-другому просто никто не знал, что как это может быть где-то там по-другому. Поэтому и избирали царя, собственно говоря. А выбор на него пал, потому что он был молодым и не имел каких-то, ну, если не брать Филарета, который был в плену, то у него не было родственников, которые могли влиять на его решения. И бояре были согласны. Были согласны все остальные, так как все-таки Михаил Романов имел, он был родственником последнему официальному русскому царю.